Ассаляму алейкум. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной урок по хадисам, по изречениям пророка Мухаммада. Да благословите его Аллах и приветствует. И сегодняшний хадис касается такой важной темы о том, что не надо распространять слухи. Прежде чем прочитать, перевести и объяснить смысл данного хадиса, хотел бы, как всегда, попросить всех вас поставить лайк к этому видео и оставлять свои комментарии под этим видео. Заранее всем спасибо. АН АБИ ХУРАЙРАТА РАДИЯЛЛЛАХУ АНХУ КААЛА. КААЛА РАСУЛЛАЛЛАХИ САДАЛЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВАСАЛЛАМА. Далее уже начинается непосредственно текст хадиса. КАФА БИЛМАР И КАЗИБАН АНЬЮХАДДИТА БИКУЛЛИМА САМИА. РАВАХУ МУСЛИМУМ. АБУ ХУРАЙРАТА РАДИЯЛЛЛАХУ ПЕРЕДАЛ, ЧТО ПОСЛАННИК АЛЛАХУ САДАЛЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВАСАЛЛЛАМ СКАЗАЛЛАМ. «Чтобы считать человека лжецом, достаточно того, что он распространяет все то, что он слышит». Или можно перевести по-другому. Можно перевести «Если человек распространяет все то, что он слышит, то этого достаточно, чтобы такого человека считать лжецом». Данный хадис привел имам Муслим в своем сборнике достоверных хадисов, то есть данный хадис является достоверным. Сначала дам перевод нескольких слов. КАФА – это означает «достаточно». АЛЬМАРУ – человек или личность. КАЗИБУН – ложь. ЮХАДИТУ – он говорит или он рассказывает. КУЛЛЮН – все или все. САМИА – он услышал. В данном хадисе пророк Мухаммад Саду Аллаху А.С. предостерегает каждого из нас, чтобы мы не распространяли. То есть предостерегает от того, чтобы мы распространяли все то, что слышим. То есть не надо ни в коем случае распространять слух. Пока мы не удостоверимся в том, что то, что мы услышали, является правдой. А пока эта правда не выяснилась, без каких-либо доказательств не надо распространять то, что человек услышал. Потому что в таком случае человека спокойно можно считать лжецом. Почему лжецом? Потому что он распространяет недостоверную информацию. Нельзя этим заниматься. Мы должны понимать, что мы будем отвечать в судный день перед Аллахом за каждое наше слово. Соответственно, если мы стали причиной тому, что ложь распространилась, распространилась недостоверная информация, конечно же, мы в этом будем виноваты. Соответственно, мы должны следить за языком. Вместо того, чтобы распространять какие-то слухи, вместо того, чтобы рассказывать всем все, что человек услышал от уст там другого человека, вместо этого лучше заняться чем-то полезным. Лучше взять Священный Кур'ан и прочитать. Лучше выучить одну суру. Лучше поминать Всевышнего Аллаха. Лучше выучить имена Всевышнего Аллаха. И так далее. То есть, есть много полезных действий, которые, к сожалению, человек очень часто оставляет, а вместо этого занимается чем-то очень дурным, чем-то очень плохим, чем-то очень греховным. Нельзя так делать. Поэтому пророк Мухаммад, как всегда, очень коротко, очень ясно, очень мудро дает нам наставление и говорит, каким образом мы можем отдалиться от лжи. Одним из замечательных способов отдалиться от лжи – это переставать или перестать рассказывать или сообщать другим все то, что мы слышим. То есть, этим нельзя заниматься. Поэтому я призываю себя в первую очередь и вас, дорогие друзья, чтобы мы не передавали другим все то, что мы слышим. Потому что сегодня, особенно сегодня, много информации. К сожалению, мы сталкиваемся с огромным количеством информации, и большинство из этих информаций, оно недостоверное, оно неправдивое. Соответственно, мы не должны распространять эту информацию, понимая, что, скорее всего, все, что мы услышали – это ложь может быть. Поэтому, пока вы сами не прочитали в какой-либо книге эту информацию, лучше об этом не сообщать, не рассказывать другим. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под этими и подругими видео. Рассказывайте, пожалуйста, про мой YouTube-канал всем своим близким, друзьям, знакомым, родным. Поддерживайте, пожалуйста, мой YouTube-канал финансово. Вкладывайте свое время и свои деньги в изучение Священного Курана и в целом в изучении Ислама. Желаю всем доброго здоровья. До новых встреч. Ас-саляму алейкум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...